И вновь о погоде. Из-за обильного снегопада столичный аэропорт временно закрыли для очистки взлетно-посадочной полосы. По информации комитета гражданской авиации задержано 12 рейсов на вылет, в частности, в Алматы, Шимкент, Атарау и 9 на прилет из Москвы, Санкт-Петербурга и Дубая. Сейчас воздушная гавань постепенно возвращается в привычный режим работы. За ситуацией в столичном аэропорту продолжает следить наш корреспондент Асхат Ниазов. Итак, Асхат, есть информация, какие рейсы уже вылетели или приземлились в столице? Я прошу прощения, у нас проблемы со связью. Я не слышу сейчас то, что говорят в студии и не слышал вопроса ведущего. Давайте я расскажу, что происходит. Я сейчас нахожусь и вообще я сразу скажу, у нас сейчас, можно сказать, уникальное прямое включение. Первый раз выходит казахстанский телеканал, прямой эфир взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Нурсултана Назарбаева. Посмотрите, вот за моей спиной самолеты, которые готовятся взлететь, я так понимаю. И нас сегодня сюда руководство аэропорта провисло журналистов, чтобы показать, как они чистят эту взлетно-посадочную полосу. К сожалению, в радиусе моей видимости сейчас мы не видим техники, которая чистит полосу, но тем не менее, о ситуации в аэропорту я могу сейчас рассказать. Я провел здесь последние полтора часа. Сразу скажу, какой-то четкой официальной информации нет, все сумбурно. Есть список тех рейсов, которые задержаны на табло непосредственно в аэропорту. Ну, у нас был список от комитета гражданской авиации, который был озвучен в прошлом выпуске. Но на данный момент точно могу сказать, что два рейса точно не улетели. Это в Стамбул, где находится наша коррега Лина Фантилова, их разместили в отеле. И с теми пассажирами, с которыми я смог поговорить, рейс, который должен был полететь на Москву. Вот у них ситуация не очень, потому что информации им никакой не предоставлять. Просто сказали, что рейс, который должен был вылететь в 7 утра, задержали до 11 часов вечера. И давайте сейчас наши режиссеры, чтобы включили то, что говорят пассажиры этого рейса. Пожалуйста. Мне бы хотя бы стакан воды, мне очень болит. Я лечу на операцию, мне хотя бы обезболивающий выпить. Но не говорят, где представитель, не говорят, когда он будет. И я не знаю, будет ли какое-то размещение. Я подошел на стойку регистрации, и там стоит мужик в костюме, значок Аэроплот. Я его спрашиваю, а что будет дальше? У нас следующий потом рейс, мы с товарищами летим. И не хотелось бы опоздать на другой рейс, и вообще хотелось бы попасть домой. Мы в Чехию летим. Я его спрашиваю, а какие новости, когда что будет? Он говорит, сейчас минут через 30 самолет прилетит, но вы не переживайте. Говорит, мы вас не кинем. В итоге, не на табло никакой информации. Почему-то они все куда-то сразу пропали. В общем, вот такая ситуация с московским рейсом. Теперь давайте в прямом эфире, как я вам уже говорил, здесь собрались журналисты почти всех республиканских телеканалов и средств массовой информации. И вот у нас есть представитель аэропорта, который, наверное, должен уже сказать нам информацию, сколько всего задержано на данный момент рейсов на прилет и вылет. Давайте сейчас подойдем, дослушаем ответ, который спрашивали коллеги, и потом зададим свой вопрос. Чтобы выпустить этих рейсов. Скажите, пожалуйста, на данный момент какие... В данный момент у нас, вот, вы сами видите, большие грузовые рейсы с Европы на направлении Китай, все с рейсов стоят. Их придется нам, сами видите, заснеженно, их выталкивать, обработать. Вот, сами видите, посмотрите туда, обработка идет каждого рейса реагентом противооблияния. Потому что погода не позволяет, каждому рейсу приходится минимум полтора-два часа послужить. Скажите, пожалуйста, вот на эту минуту сколько рейсов задержано, сколько не вылетело и сколько не может прилететь? В данный момент задержано 10 рейсов, из них уже 6 рейсов мы обслужили. Вот, ожидаем еще 4 рейса на прилет. Что значит уже обслужили, они вылетели? Они уже вот вылетают и вылетели уже 6 рейсов. На прилет сколько они могут? На прилет 4 рейса ожидают. Это откуда? Это внутренние? Это московский рейс и внутренние рейсы Казахстана. Скажите, вот когда задерживают прилет, самолет на какой аэропорт садится? Какой это запасной? Запасной аэропорт берут Алмату, Караганду, где более погода позволяет. Но вот сегодняшний рейс куда были направлены? Московский рейс в Новосибирске в запасном сидел, и Караганду рейсов 3, и Алмату еще 3 рейса. Когда смогут открыть полностью движение, нормализировать все это? Мы сейчас открыты с 9 утра, вот примерно ожидаем до 14.00 выпустить этих всех рейсов. Потом на 2 часа закрыться и почистить, сами видите, вот этот обслуживающий перрон. Потому что невозможно, это небезопасно в данный момент обслуживать эти рейсы. А пассажиры московского рейса говорят, что вылет у них только в 23.00? Ну, они по отдыху экипажа, скорее всего. Если отдых экипажа выходит из нормы, тогда они должны отдыхать. Многие рейсы, допустим, эти рейсы, которые стоят, вот грузовые, все по отдыху экипажа. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, для наших телезрителей. Жолдасов Ергазабирович, заместитель профессионального управления по производству. Ага, спасибо большое. В общем, вот такая ситуация на данный момент в аэропорту. Мы показали все, как есть в прямом эфире, даже со взлетно-посадочной полосы. А если есть еще какие-то вопросы у ведущих, но, к сожалению, я их не слышу. Хочу отметить высокий профессионализм наших корреспондентов. Несмотря на то, что нет прямой связи со студией, я имею в виду голосовой, наши корреспонденты отрабатывают на все 100 прямые эфиры и информируют зрителей, как положено. Спасибо. С нами на связи был Асхат Ниязов.